Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Я такая подменная тут монета. Вклинился вне расписания, попросили подменить. Я рад всех приветствовать в этом шикарном зале. Остались самые стойкие, настоящие корифеи. Честно будем говорить или пошутим? И пошутим. Ну ладно. Тема сегодняшняя наша – это вульвагинальные инфекции. О них очень много говорят. Они до сих пор не сходят никак со сцены. Чем это обусловлено? Ну, сейчас попробуем разобраться слегка в этом вопросе. Ну, во-первых, клинические формы. Я не буду долго растекаться мыслью подреву, только о самом актуальном. Клинические формы. Они вам хорошо известны. Аудитория здесь же все акушеры-гинекологи, да? Бактериальный вагиноз, кандидозный вульвовагинит, трихомонадный вагинит. Последняя тема модная – аэробный вагинит. И другие, которые встречаются относительно редко. Но на самом деле их тоже не очень мало. Если посмотреть структуру, то на сегодня она выглядит примерно следующим образом. Тут двойные цифры. Это вот конец прошлого века и начало нынешнего. Смотрите, доминируют баквагиноз и кандидоз. Два таких явных лидера. Ну, не сходятся сцены трихомониаз, смешанные инфекции, ну и другие. Такое скромное, но довольно стабильное последнее место. Это примерно около 10%. Это данные новые. Вот последние гайдлайны, выпущенные CDC, очень авторитетной структурой. Актуальность. Буквально два слова. Об этом сегодня, наверное, много говорили. Я повестку посмотрел. Об этом много говорили. Посмотрите, если брать популяционные цифры, то они довольно сильно варьируют. В популяции это от 15 до 60%. У беременных до 30. У женщин с патологическими белиями это большинство. Это почти 90%. Если говорить об абсолютных цифрах, то цифры впечатляют. В мире от 300 миллионов до полутора миллиардов. По Российской Федерации цифры выглядят тоже довольно впечатляюще. От 5 до 10 миллионов человек. Аэробный вагинит. Данные Родзинского, свеженькие. Вот, посмотрите, последние годы. Более 10 миллионов обращений в год по Российской Федерации. При этом примерно половина это сочетанные формы с кандидозами. Вулевагинальный кандидоз. Смотрите, популяционные цифры. От 3 до 40%. В среднем около 20-25. То есть довольно много. Если говорить об абсолютных цифрах, то они тоже очень впечатляющие. До миллиарда. В России до 15 миллионов. Если брать женщин, как сейчас принято говорить, иммунно-некомпетентных, эндокринопатии, беременные. Посмотрите, у беременных без лечения в третьем триместре доходит до 80%. ВИЧ-инфицированные почти половина. Есть и другая статистика. Посмотрите, на протяжении жизни один эпизод этой проблемы возникает почти у всех женщин. 75-80%. Два и более почти у половины. И примерно у 5-10% из этой популяции это хроническое течение. Частые рецидивы, большие проблемы. Вот та молочница, которая не сходит с экранов телевизора. Имеется тенденция к росту. За последние 10 лет все практически экспертные оценки дают рост примерно на 30-40-50%. И еще один аспект тоже важный, это бессимптомное носительство. У здоровых женщин на сегодняшний день это даже не считают какой-то злой патогенной флорой. Но тем не менее проблема остается. 10-20% популяции имеют, если вы будете внимательно их обследовать, эти вещи. Трихоманиаз. Старая добрая песня. Посмотрите, воздает 10% от популяционных значений. Первое место среди ЭПП. 170 миллионов свежих случаев в год в мире. США. Самая частая невирусная трансмиссивная инфекция. Почти 4 миллиона в год. Раскладка по популяции. Черные женщины 13%. Белые почти 2%. Старше 40% почти 11%. У беременных 3-5%. Российская Федерация 400-500 тысяч в год. Что еще важно в этой проблеме? Выраженные клинические проявления. Они конкретно мешают людям жить. Снижают качество жизни. Очень важная проблема в свете последних действующих значений. В России. Снижение барьерной функции. Потому что в ряде областей частота ВИЧ-инфицированных уже составила порядка 2% от популяции. Конечно, это неблагоприятное влияние на детей. И, конечно, это цена вопроса. Посмотрите, цифры по США. Это касается баквагеноза. Миллиард долларов в год тратится на эту проблему. Если это все просуммировать, то это будет гораздо больше. Но по Российской Федерации у меня окончательной цифры нет. Может быть, появится. Теперь беременность. Тоже эта тема часто обсуждается. На сегодняшний день выглядит консенсус следующим образом. Если брать баквагеноз, аэробный вагенит, то и тот, и другой очень сильно влияют на риск выкидыша. И преждевременных родов. Ну, со всеми вытекающими. Маловесные дети, инфекционные осложнения и так далее, и так далее. Так, но об этом говорить не будем. Это тоже всем известно. Итеология баквагеноза. На сегодняшний день тоже консенсус достигнут. Посмотрите, какое большое количество микроорганизмов. Но, тем не менее, специфического возбудителя до сих пор нет. Одно время это была Гарднерелл, потом это был Атапобиум, потом Пептококки. Ну, и так далее. То есть, в самых разных сочетаниях. Если бы было больше времени, я бы биоциноз более подробно осветил. Но так как у нас времени много, не будем на этом останавливаться. Микробиологические критерии на сегодня. Лактобацилю специйс. В нормоцинозе это 10 в 7, 10 в 8, 10 в 9. При баквагенозе резкое снижение. 10 в 1, 10 в 2 может и вообще не быть. Другая флора. Здесь мало, а здесь наоборот. Вот, посмотрите, 10 в 9, 10 в 10, 10 в 11. Соотношение анаэробы к аэробам. Рост примерно в 100-1000 раз. Ну, остальные я вам уже сказал. И еще один момент. Это PH. Если брать нормоциноз, это всегда сильно кислая среда. Если брать баквагеноз, это всегда смещение в сторону щелочной среды. Критерии Амсель, они всем хорошо известны. Это PH более 4,5, ключевые клетки, положительный аминотест и выделения, которые тоже всем профессионалам хорошо известны. Если имеете 3 критерия из 4, можете ставить диагноз на первую страницу. Критерии Нюджента. Такой, на Западе его называют золотым стандартом в диагностике баквагеноза. Оценка простая. Посмотрите, очки 0, 1, 2, 3 или 4. Это морфотипы лактобацил. Если их много, то 0 баллов. Тут чем меньше баллов, тем лучше. Ну, а горднереллы и бактероиды наоборот. Ну и, соответственно, если от 0 до 3, это хорошо. 4,6 промежуточное состояние и больше 6, баквагеноз. Не очень хорошо. Ну и в последнее время часто говорят о хейейсен. Такая степенная, полуколичественная, как часто принята в медицине, оценка. О чем идет речь? Нулевая степень. Видны только эпителиальные клетки, лактобацилы отсутствуют. Когда это бывает? После массивной антибактериальной терапии. Степень 1 или норма. Преобладают лактобацилы. Нормально, понятно. Степень 2. Промежуточное состояние. Смешанная флора с некоторым количеством лактобацил. Присутствует герднерелла. Такая 50-50. Третья степень. Баквагеноз. Преобладают герднерелла, мобилинкус, ключевые клетки. Лактобацил мало. Четвертая степень. Присутствуют грамм положительные коки. Лактобацил нет. Или очень-очень мало. Аэробный вагенит. Возбудитель аэробного вагенита. О нем сейчас тоже много говорят. Но это все наши старые добрые знакомые. Стофилококи, стрептококи, энтерококи, коринобактерии, граммотрицательные палочки, гарднерелла, грибы, возбудители ЭПП и вирусы. Последней строчкой. Ну а это вот примерная раскладочка по структуре. Признаки аэробного вагенита. Как поставить этот диагноз? Чуть позже я подробнее об этом тоже скажу. Отношение лейкоцитов к клеткам плоского эпителия больше, чем один к одному. Лейкоцитарная реакция не сильно выражена. 10-12 в пяти полях. Присутствуют и преобладают грамм положительные, грамм отрицательные аэробные микроорганизмы. Мышерихиаколи, ауреус, стрептококи, группы ПА. Количество лактобацилл скудное или они отсутствуют. Наличие аэробной флоры при резком снижении числа лактобактерий. Такой аэробный дисбиоз. Кандидоз. О нем сегодня я так слышал, уже говорили. Я, правда, только что подъехал. Тема тоже старая. Господин Груби еще в 1842 году подробно описал этот микроорганизм. На сегодня известно почти 200 видов. Доминирует альбиканс. Это примерно 80-90, а то и больше в популяции. На втором месте глобраты. Причем эта структура характерна и для Европы, и для Северной Америки, и для России. Последние данные я смотрел. Там Крузеи, парапсилозис. Очень мало. Порядка 1% в популяции. Очень немного. Посмотрите, как ставят диагноз. Знакомы эти аббревиатуры? ВОС, ЮС, ИСИ, ДИСИ, ИЦА, Общество по контролю за инфекционными заболеваниями. Микроскопия. Обязательно, обязательно, обязательно. Нативный или по грамму. Культуральный метод. Когда? Когда есть рецидивирующий вудвагинальный кандидоз. Тоже практически все структуры серьезные ставят обязательно плюсик. Дифдиагностика. Кандидозный вагинит и аэродный вагинит. Вагинальные эпители похожи. Лейкоцитарная реакция похожа. Общее количество микроорганизмов. Начинаются различия. Кандидозный вагинит массивное. Здесь умеренное. Лактобацилы есть и даже много. Здесь нет или резко уменьшено. Ну и, естественно, видовой состав тоже будет разным. Лечение. Основные задачи. Я думаю, они вам тоже хорошо известны. Ликвидация патогенной флоры. Если есть условно патогенная тоже. И анаэробы. Восстановление нормального биоциноза и PH. Ну и предупреждение развития суперинфекции по мере наших сил. Международный консенсус на сегодняшний день в виде рекомендаций выглядит следующим образом. У небеременных женщин клиндомицин, метронидозол. Это может быть и системное, и топическое применение. Схема, я думаю, вам хорошо известна. У беременных то же самое метронидозол и клиндомицин со второго триместра. 17-18 недель. Кандидоз, миконазол, бутоконазол, кватримазол, нистатин, теоконазол. Рекомендации. Вот все те структуры, о которых мы говорили. Вот их логотипы. При беременности первый триместр натомицин. Второй триместр азолы. Местное топическое применение. Тоже 17-18 недель. Ну и здесь на арену выходят комбинированные препараты, о которых мы тоже сегодня поговорим довольно подробно. Это полиженакс. Он используется как для лечения. Курс более длительный, порядка 12 единиц. И профилактика. Короткие курсы, порядка 6 единиц. Коробочка, я думаю, вам все хорошо известна. Что можно лечить? Аэробные вагиниты, грибковые и смешанные. При этом можно лечить даже тогда, когда у вас нет еще пока ответа или взять его невозможно. Я имею ввиду микробиологию. Профилактика. Перед родами, перед абортами, перед внутриматочными диагностическими процедурами типа гистероскопии, в том числе офисная. Перед оперативным лечением и при воздействии на шейку матки любым методом. Что входит в состав полиженакса? Посмотрите, неомицин, в чем его несомненные плюсы. Очень широкий спектр действия. Посмотрите, вот эта светленькая часть, это грамм отрицательные. Вся кишечная флора входит. Ишерихиаколи, Шигела, Сальмонелла, Клепсиева, Энтеробактер специи. И грамм положительная, протеус и известные вам коки. Полимексин В. Аэробы и грамм отрицательные. То же самое, усиливает действие, работают синергично. Инистатин, очень широкий спектр, действует как на кандидо-альбиканс, так и нон-альбиканс. Доказанные эффекты. Препарат известен уже давно, в том числе и на нашем рынке, он уже не один год. Это выраженный противовоспалительный эффект. При этом препарат, как ни странно, находится без кортикостероида. В отличие от известных вам препаратов. Снижается уровень провоспалительных цитокинов. Речь идет про интерлейкин-8 и ФНО. Тоже очень авторитетные источники. Нормализация количества лейкоцитов. Последние публикации Кира. Тоже вам известный человек. Очень высокая клиническая эффективность. Причем она проявляется и при смешанных вагенитах, и при аэробных. И частота положительного эффекта доходит почти до 100%. При этом очень важный момент – это быстрое клиническое улучшение. Ну вот Радзинский, последняя публикация, 16-й год, совсем недавняя. Буквально после одного дня применения уже резкое улучшение. Очень хороший спектр, высокая микробиологическая эффективность. Вот то, что я показывал благодаря такому поликомпонентному составу. И еще один очень важный момент, на котором я хотел бы остановиться. Я чуть позже покажу еще один слайд на эту тему. Это сохранение лактофлоры. Сейчас поймете, о чем идет речь. Ну вот, посмотрите. До лечения практически у всех в той или иной степени качество жизни страдает. Через день снижается на 25%. На второй день – это примерно на 70%. И после лечения симптомов практически не остается. Посмотрите, что происходит с флорой. Ну вот типичные представители, всем хорошо известные. Уреоплазма, стафилококк, энтеробактер, стрептококк, кандида. Синенькие – это до лечения, красные – после лечения. Резкое снижение вплоть до нуля. Почти полное подавление. А что происходит с лактобацилами? Посмотрите. Радзинский, Адерьянс, Попединская – наш сотрудник. Резкий рост. Почти в два раза. Тоже очень интересное исследование, выполненное во Франции. Доложено в 2009 году. Позже был тоже ряд публикаций на эту тему. Снижается уровень маркеров воспаления. Речь идет об интерлейкинах и туморникортизирующих фактор альфа. Причем исследование было проведено в сравнении с тержинаном. Ну, на рынке он выглядит как естественный конкурент. Причем тержинан использовали двух типов. Тержинан, который продается в Европе. Знаете, что он отличается по составу? Там нету преднизолона. И российский он с преднизолоном. Смотрите, эффект практически одинаков. При этом полижинакс без глюкокортикоидов. То же самое по АТНФ. И вот этот слайд тоже очень интересный. Смотрите, тержинан, гинодокторин, макмиррор, клеон-Д и полижинакс. Что эти столбики означают? Это популяции разных видов штаммов лактобацилла. Криспатус, гасцерий и енсени. Макмиррор, такая дьявольская ухмылка, убивает напрочь все. Все остальные тоже практически один или два штамма убивают. И только полижинакс оставляет их нетронутыми. Совершенно очевидное, на мой взгляд, преимущество. Ну и в заключении я хотел бы отметить, что этот препарат включен в клинические рекомендации РУАК, Российская ассоциация кушеров-гинекологов. Все видели, наверное, эту книжечку. И он рекомендован для лечения женщин со смешанными вульвагинальными инфекциями. Так, я уложился, я заканчиваю. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо.